Друзья мои, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, как самообман. Дело в том, что у нашего мозга есть такая потрясающая способность. Он любит думать так, как удобно ему, но не всегда это удобно своему человеку. И посмотреть на себя со стороны мы не всегда можем, поэтому очень часто попадаем в ловушки, которые строят для нас наш собственный же мозг. И сегодня я расскажу 4 супер игры, в которые играет с нами наш разум, и как избежать таких игр. Первая игра нашего мозга связана с такими ограничивающими убеждениями, которые описывают безысходность и безнадежность нашего положения. Это, как правило, такие фразы, как «У меня нет другого выхода», «Я не могу поступить иначе», «Я должен делать именно так». Почему ты ходишь на работу, где тебя унижают? «У меня нет другого выхода», «Мне надо платить ипотеку». Как всё происходит? Происходит всё от бессмысленности действий человека. То есть человек встаёт в 6 утра, не по своей воле, идёт куда-то, где ему говорят, что надо делать, что он не хочет делать. Его заставляют улыбаться людям, которым он не хочет улыбаться. Его заставляют, я не знаю, читать что-то, что он не хочет читать. В общем, делают то, что ему не нравится. Естественно, нормальный мозг, нормального человека начинает думать, что «Идиот, ну зачем я делаю вещи, которые абсолютно мне не нравится делать». И мозг не хочет считать себя идиотом, он хочет найти всему какое-то разумное логическое объяснение. То есть не дурак, а просто мир такой. И он начинает искать. И поверьте, мозг находит всегда самое подходящее убеждение, чтобы сделать всю эту систему единой, чтобы объяснить вообще весь смысл существования. Дальше человек начинает свято верить в это ограничивающее убеждение, и он уже не представляет своей жизни без этого убеждения. То есть сливается просто и всё, вот у меня есть ипотека, ипотека и работа, вот это связано две вещи, без них никак. Хотя если посмотреть на эту же ситуацию со стороны, то можно предложить, ну как минимум, вот сходу два варианта. Или ты найди работу, которая тебе будет нравиться, или ты продай квартиру, эту ипотечную вещь жить, например, в деревне. Чем не варианты? Варианты, но человек говорит, что у него нет других вариантов, у него есть только вот этот вариант. И так касается не только работы, так касается всего. Наш мозг найдёт объяснение любым нашим нелогичным действиям. Если мы лежим на диване, мозг найдёт, почему это для нас важно, почему это для нас полезно. Если мы пойдём, не знаю, убивать людей, мозг тоже найдёт какие-то нам оправдания, почему мы это сделали, зачем мы это делаем. Если мы, не знаю, начали употреблять наркотики, то мозг также найдёт оправдание. Он же не хочет думать, что вот я как бы дебил, сам себя разрушаю. Ну так никто не хочет думать. Поэтому мозг скажет, что это просто развлечение, или это просто успокоение, или это просто способ, не знаю, прийти к какому-то дзену. Что делать, если вы не хотите играть с мозгом в эту игру? Очень чётко отслеживайте у себя какие-то ограничивающие убеждения и своевременно меняйте их на другие, более эффективные для вас, и те, которые помогут вам жить всё-таки так, как хотите вы, а не так, как объясняет вам это ваш мозг. А во-вторых, постарайтесь как можно чаще смотреть на себя со стороны. Потому что, как правило, находясь вот внутри себя, мы не можем посмотреть и оценить, насколько реальны и вообще логичны наши действия. Сегодня расскажу вам очень крутой способ, к которому я пришла на свои собственные практики, потому что очень часто практиковалась и заметила, что очень мне это помогает. Дело всё в том, что мне приходилось очень часто писать письма именно вот от руки на бумагах и рассказывать о том, как я живу. И каждый раз после такого сеанса, можно сказать, психотерапии, мне очень становилось легче и как-то складывалась вся картина моего мира, вот эта вот каша в голове в одно целое. Когда вы садитесь писать письмо, у вас вот всё, что есть в голове, эмоции, там какие-то чувства, догадки, убеждения, вот вы эмоции откидываете, и вы пишете голые факты, чтобы сократить как-то ваше письмо. Вы не можете же, там, не знаю, на 100 листов его написать. То есть вам надо как-то коротко сформулировать то, что происходит в вашей жизни. И вы начинаете когда это формулировать, и потом перечитываете, вам становится вообще всё понятно. То есть какие-то моменты, которые, может быть, вы их не понимали, не осознавали, вы их оба взяли и всё поняли. Это на самом деле чудеса. Вот я часто писала письма, а потом я замечала, что мне это помогает намного лучше анализировать всё, что происходит в моей жизни. Поэтому просто представьте, что у вас там какой-то друг или подруга уехал куда-то очень далеко, и вы не имеете никакой связи, и попытайтесь вот написать письмо этому человеку, рассказать, что у вас в жизни происходит. Особенно это полезно тем, у кого вот в голове просто каша. То есть он понимает, что что-то происходит не то, но что именно, где именно косяк, не видно. А со стороны, вот прочитав такое письмо, как будто бы это какой-то другой человек, он какие-то факты тут пересказывает, вы сразу всё поймёте и узнаете. Второй самообман называется план на будущее. Подходит, например, женщина к зеркалу и видит, что её все килограммы в новое платье, которое она покупала, не знаю, прошлым летом, не влазит. И тут мозг срочно говорит, что надо что-то делать. И начинает решать эту проблему. То есть есть вот это желание решить эту проблему, как-то прийти к какому-то результату, тут сразу появляется мотивация, мозг начинает всячески логически продумывать, что же делать, как же быть, как же там уменьшиться там в размерах. И совершенно там логично приходит к тому, что надо бы увеличить физическую активность. И, например, начать ходить в спортзал, начинает анализировать, какие спортзалы есть рядом, выбирает какой-то подходящий, там решают, что будет ходить в этот спортзал три раза в неделю. Всё. На этом, как правило, приходит конец. Некоторые отважные доходят до того, что покупают абонемент, а некоторые ещё даже несколько занятий ходят. Что произошло? Почему так случилось? Куда ушла эта мотивация? Почему все люди сейчас гоняются за этой мотивацией? Вот, замотивируйте меня, я весь такой несчастный, мне ничего не хочется, у меня нет мотивации. И какая-то вообще, не знаю, проблема всех людей последние несколько лет. Где же взять мотивацию? Дело не в мотивации, дело всё в особенности восприятия. Нашему мозгу, по большому счёту, всё равно, как анализировать импульс, какие-то внешние или внутренние, мы их сами придумали или мы их увидели. Это вот такая особенность. И как только мозг, вот он работал, он думал, он вот решал эту задачу, как же вам похудеть, всё, он её решил, и он успокоился, я молодец, дайте мне печеньку, больше делать ничего не хочу. То есть он сопоставил действия, сопоставил вас, уже похудевшие, он решил задачу, всё, ему хорошо, он уже больше делать ничего не хочет. И как мы знаем из физики, любое тело стремится к состоянию покоя, и вот наш мозг, не исключение, он тоже хочет, чтобы наше тело стремилось к покою. И поэтому дальше делать он что-либо не хочет и отказывается. Как не попасться в эту игру? Вы должны чётко знать, что если у вас существуют проблемы с мотивацией, если вы не можете делать то, что вы хотите вроде делать, для вас самое золотое правило, выполняйте план, каким бы он ни был. Потому что, когда вы составляете план, вы замотивированы, и ваш план логичен, прекрасен, и самый лучший. Как только вы всё уже составили, всё придумали, естественно, у вас падает мотивация, вы начнёте саботировать, вы начнёте придумывать тысячи причин, почему этот план не такой, почему его не надо соблюдать, почему надо сделать это, а не то, что вы записали себе заранее. Знаете, есть такие люди, которые ведут ежедневники, записывают себе там план на завтра, план на неделю, а потом его просто не открывают, и даже не проверяют, выполнили ли они задачи, которые поставили, может быть, что-то надо где-то ускориться, где-то умедлиться, нет, их это абсолютно не волнует. Я, если честно, сама так иногда делала, и не понимала, ну блин, почему я так прокрастинирую, почему я ничего не добиваюсь, почему у меня что-то всё не так получается. Конечно, если вы написали план, то вы уже не хотите его выполнять, потому что вы уже мысленно задачу решили. Если вы будете знать про такую особенность психики, вам будет проще как-то бороться вот с этим отсутствием мотивации. То есть вы говорите себе, ну да, это мозг просто со мной играет, мне-то надо это делать, и как бы и всё, и весь мир подождёт. Третья ловушка самопрограммирования это игра со временем. Можно сказать её так, или время уже ушло, или время ещё не пришло. Как правило, это сопровождается такими ограничивающими убеждениями, как я уже слишком стар для этого, мне уже слишком поздно, или когда-нибудь потом, наверное, там, в следующей жизни, когда я стану кошкой. Как происходит эта игра? Мы говорим нашему мозгу, что мы хотим сделать что-то, что требует от него слишком много ресурсов, и мозг просто начинает понимать, что он не готов столько тратить, вкладывать, это же что-то надо делать, опять же, любое тело стремится к покою, что ты от меня хочешь, хозяин, отстань, я хочу лежать. Но мы как бы говорим, нет, я вот решила стать балериной. Мозг начинает думать, боже, какой балет, какая балерина, ну вот куда, какой балет. Ты понимаешь, что это надо ходить, там, 6 раз в неделю на растяжку, там, что-то делать, это же столько усилий надо потратить. И он начинает искать, подтверждение своих мыслей в каких-то других аспектах нашей жизни. И он находит очень ловко эти связи и говорит, что какой балет тебе уже 30 лет, тебе уже поздно. И мы начинаем ему верить, ну да, ну ладно, как бы, и впитываем в себя это убеждение, и оно становится нашим родным, и поэтому мы и не занимаемся балетом, потому что считаем, что в 30 лет начать танцевать балет, это уже поздно. Естественно, как бы, никто не говорит о том, что вы станете примой большого театра, если начнете сейчас заниматься балетом, но, по крайней мере, вы можете вполне себе нормально научиться танцевать, если есть желание. Вообще, я считаю, что если у вас в голове появилась какая-то идея, какая-то мысль, то, значит, у вас есть абсолютно все ресурсы для того, чтобы воплотить это в жизнь. Если бы вы не были в состоянии сделать то, что вы хотите, вы бы просто даже об этом не думали. А про то, что слишком поздно, вы скажите дедушке, которому 90 лет, который все еще хочет, но не может, вот ему уже поздно. Но я уверена, что даже он все равно иногда пытается. Четвертая особенность нашего мозга, о которой сегодня пойдет речь, это шаблонность. И такая игра, которая называется «Это невозможно». Дело все в том, что мозг очень любит классифицировать людей, делить на виды, типы, подгруппы. Так легче анализировать информацию. И если вы, например, идя в Стамбуле, увидите лесу, то, скорее всего, ваш разум подстроит так ваше восприятие, ваше зрение, что вы подумаете, что это кошка. Потому что вы точно знаете, что увидеть лесу на улице в Стамбуле невозможно, что, скорее всего, это кошка. Это такая особенность мозга, что импульсы ходят по уже проложенным нейронным связям. Они не любят создавать новые, потому что это сложно. Это как если бы вы стояли, не знаю, в поле и увидели тропинку, то вы бы пошли по этой тропинке, вы бы не вошли по траве куда-то непонятно куда. Так же и происходит с разумом. Я думаю, вы знаете такую особенность в психике, что когда мы видим нового человека, мы анализируем его, ну, то есть за счет глаз, за счет сетчатки и обрабатываем эту информацию у себя там в коре головного мозга и формируем образ человека. И потом уже встречаясь снова и снова с этим человеком, мы как бы не видим его, а достаем тот образ, который у нас уже сформирован. Именно поэтому очень часто бывает такая проблема, что мы не можем объективно оценивать людей, которых мы видим очень часто, потому что мы не видим своими глазами, то есть мы не глазами получаем информацию, а втаскиваем ее из мозга вот этот образ этого человека. Но вернемся к нашим баранам. Если человек заработал миллион, то он четко знает, что он может заработать миллион. Если человек, к примеру, до 40 лет не заработал миллион, то он и не знает о том, что он может его заработать. Поэтому его мозг ищет подкрепления с другими связями, то есть соединяет. И он найдет эти подкрепления, скажет, вы не можете заработать миллион, потому что у вас нет высшего образования, или вы не можете заработать миллион, потому что вы там, не знаю, родились в деревне, куча оправданий найдется, и все вот эти оправдания соединятся этими связями, делая что-то невозможным, и вы будете жить дальше с таким ограничивающим убеждением, или, например, приходит к вам в голову идея, ой, открой, я там, не знаю, свой бизнес, буду заниматься чем-нибудь, не знаю, продавать торты, и вы как бы начинаете думать, ваш мозг начинает анализировать, ага, что я знаю там про бизнес, какой из меня бизнесмен, никакого, он стоит в поле и видит, что нет ни одной тропинки, естественно, не хочет никуда идти, Поэтому он скажет, нет, это невозможно, давай мы не будем этим заниматься, потому что, потому что найдется тысяча причин, почему, и это станет вашим ограничивающим убеждением Как избежать этой игры своего разума? Во-первых, вы должны создавать как можно больше у себя нейронных связей, неважно вообще каким образом, то есть сделая что-то новое, вы готовите себя к каким-то другим ситуациям, которые, опять же, будут для вас новыми, но ваш мозг уже не так сильно будет им сопротивляться Вот хороший пример у меня висит за спиной Это картина, и я полгода назад решила, что я великая художница, и мне надо начать рисовать, хотя до этого я рисовала в последний раз в школе, в пятом классе, на уроке изобразительного искусства И у меня было четкое ощущение, что рисовать я не умею, и это вообще не мое А тут я прям была в потоке, у меня все шло, я прям чувствовала, как у меня работает мозг, работает рука, то есть она что-то соединяет, это было для меня абсолютно новое, непривычное занятие И я никогда не знаю, когда мне это пригодится, но я четко знаю, что я теперь могу лучше воспринимать любую новую информацию Почему там считают, что человек, который, например, закончил вуз, и человек, который закончил 9 классов, очень сильно отличаются по восприятию мира Это не потому, что там кто-то что-то знает или кто-то учился много, а потому что у человека, который закончил вуз, намного больше вот этих вот нейронных связей И он намного шире и интенсивнее и экстенсивнее воспринимает всю информацию из мира Второе, что может помочь обхитрить мозг в этом случае, это какой-то положительный пример, который у вас есть у кого-то, не знаю, может из друзей или еще есть кого-то То есть вы начинаете думать, ну если Вася смог, то я-то уж точно смогу, и все, вы так обманываете мозг Вот он стоит в поле без тропинок, вы говорите, Вася-то уже убежал, поэтому давай побежали за Васей И как бы и все, вы бежите, и все хорошо, все прекрасно И третье, это естественно, опять же, нужно очень четко отслеживать все свои ограничивающие убеждения Убивать их на ходу, только в зародыши и сразу формировать в себе привычку мыслить так, как выгодно вам, так, как нужно вам И так, как будет эффективно для того, чтобы сделать Вашу жизнь лучше, а не для того, чтобы упростить работу мозга Поэтому помните, что невозможное возможно Я вас всех очень люблю, целую, пока-пока